Скорпиона, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас – девятка кубка. В начале декабря, знаете, у вас изобилие есть, у вас это спокойствие, знаете, то состояние, в котором вы понимаете, что вам нужно. Вот вы понимаете, если это касается отношений, вы понимаете, что эти отношения приносят вам то счастье, которое бы хотели. Но здесь говорится о том еще, не нужно сильно поднимать нос высоко. Почему? Из-за этого, что вы сильно, знаете, вот именно верьте, что у вас все это получается, что у вас это очень быстро как бы получается, то, что у вас есть вот эти и работа, которой вам хочется, и отношения. Здесь вы можете из-за того, что вы сильно поднимаете нос высоко, вы можете это потерять. Поэтому даже как совет говорится, не нужно сильно. Вот здесь как бы как эгоистично, вы как бы думаете, что у вас это все получается, у вас это все происходит. Следующая карта на начало месяца – это семерка жезла. Почему я говорю? Чтобы вы не встретили в начале месяца какие-то трудности, не нужно сильно о себе, знаете, высоко думать. Здесь нужно вот именно вот даже то, что у вас происходит, даже то, что даже есть вот эти, что-то, какие-то перемены в лучшую сторону, вы можете из-за этого встретить какие-то трудности. Вы можете вот именно даже то, что даже не декабрь месяц, может чуть там в следующий месяц. Но вы как будто из-за того, то, что вы сильно о себе высокого мнения вы думаете, вы можете вот встретить вот эти трудности, которые вам будет тяжело что-то менять потом. Следующая карта на начало месяца – это Паш Пентакли. Паш Пентакли показывает, что или вот вам нужно, знаете, не сидеть вот именно вот в эти, знаете, моменты, когда не хочется ничего делать. У меня все получается, у меня все есть, у меня все хорошо, и мне не нужно ничего. Нет, здесь не нужно это. Но из-за того, что вы будете сидеть вот в бездействии, вы будете, знаете, сидеть то, что не нужно ничего предпринимать, что-то подсыпать, потому что у меня все хорошо, вы можете вначале иметь, как бы встретить какие-то трудности. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, это мир. Разрушить или сохранить, все зависит от вас. Вот поэтому я говорю, если вы хотите сохранить вот ту, то счастье, ту работу, которая в вашей жизни есть, вы не нужно себе очень высокомерно смотреть. Поэтому здесь и говорится, вот середина, сохраните ваш мир, все зависит от вас. Разрушить тоже это от вас зависит. Но здесь может быть для некоторых людей то, что вот именно в середине декабря вы как будто захотите какую-то поездку делать, вы как будто захотите куда-то поехать. Но вам это будет даваться тяжело, может быть, из-за каких-то финансов. Вот то, что как будто вам не будет хватать эти финансы. Следующая карта, мои дорогие, это семерка мечей. А почему, знаете, вот эти трудности вы можете встречать? Из-за того, что у вас, может быть, есть люди, которые, знаете, с вами по-хитрому. Здесь, знаете, даже могут быть не те люди, которые из вашей семьи или вашего, но здесь те люди, которые вы допускали близко, которые вы сами разрешили, чтобы они вошли в вашей жизни. И здесь говорится то, что вот именно, вот может быть, из-за этих трудностей вы можете, вот именно ваша энергия может уходить. Вы можете, здесь как будто говорится, что рядом с вами есть люди, которые бы хотели, чтобы именно ваше, именно вот это счастье, может именно ваша стабильность, вот как бы, чтобы оно разрушилось. Обращайтесь на, как бы, на это внимание. Следующая карта на середине месяца, десятка мечей. Вот десятка мечей, чтобы вы не дошли до этого состояния, разбитое сердце. Это не то, что даже разбитое состояние, то, что вот воткнули вам эти десять мечей. Вы должны вот в середине вот понимать, если нужно вот убрать эти люди или те, но здесь больше говорится о каких-то, знаете, людей, даже может быть те люди, которые на расстоянии, они могут быть даже не рядом с вами, и они могут приносить вот это состояние вам разбитое. Вы можете находиться в такой состоянии, что вам не хочется ничего дальше делать. Вот, следующая карта, мои дорогие, на конец месяца. Ту жезла. И чтобы вы не потеряли, вот вы должны решиться брать жезл в ваших руках. Вы должны сохранять этот мир. А из-за чего? Потому что вы, если не начнете это сделать, у вас будет вот именно вот это, знаете, даже как апатия, вам не захочется даже и в работе, и в отношении вам не захочется ничего. И здесь может быть есть, почему говорят, есть люди на расстоянии, которые бы хотели, чтобы у вас ничего не получилось в вашей жизни. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, это двойка Пентакли. Контролируйте, контролируйте ваше состояние. Почему? Потому что здесь шаг лево, шаг право, вы можете вот именно вот это ваше спокойствие потерять. Но я могу здесь сказать, что больше здесь как бы почему здесь говорится, и могу сказать и про рабочие моменты, и про отношения. Почему? Потому что здесь как двойство. Здесь может быть то, что касается, и вы сами понимаете, что у вас что-то не ладится в работе, что-то есть люди, которые вот вы даже сами можете чувствовать, что вам идет это, ну как бы тяжело дается. И даже в отношении вы тоже самое можете это чувствовать. Следующая карта, мои дорогие, давайте возьмем карта совета, что вам высшие силы подсказывает. Это башня. Разрушить, я поэтому говорю, разрушать вам нужно сами себя. Почему? Потому что есть то, что вы знаете, вы можете, знаете, сами и в одну сторону идти, и в другую сторону. Здесь нужно именно ваши эти стереотипы как бы разрушить. Здесь никто вам как бы не будет помогать, пока сами вот не будете это решать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать личное видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будет больше постов о Таро. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok